Здравствуйте! Меня зовут Павел Буторин. Этим видео я открываю серию видео уроков под названием «Основы импровизации на гитаре». Первые уроки будут посвящены теории и последующей практике. Основой для импровизации служат лады, которые диктуют гармонию произведения, или ее аккордовая последовательность. Для того, чтобы понять, что такое лад или аккорд, сперва нужно разобраться с таким понятием, как интервал. Давайте в нашем первом уроке попытаемся это сделать. Целью сегодняшнего урока будет сформировать представление о том, что такое интервал, какие есть интервалы и какие существуют правила в их построении. Также затронем понятие энгармонизма интервалов. Этот урок будет полезен музыкантам, играющим на любом инструменте, так как я буду говорить об интервалах в целом, не привязываясь к гитарному грифу. Наименьшим составляющим музыки является музыкальный звук, который отличается от немузыкального точно фиксированными высотой, тембром, громкостью и длиной. Основным отличием музыкальных звуков одного от другого есть высота, которая задается герцами. Чем выше значение герц, тем выше нота. Интервал же это расстояние между двумя звуками. Два и больше интервала, звучащих вместе, образуют уже аккорд. Вообще с понятием интервала мы в повседневной жизни сталкиваемся постоянно, измеряя расстояние в миллиметрах, сантиметрах, километрах. В музыке основной и наименьшей единицей измерения интервалов является полутон. Полутон – это расстояние между двумя соседними нотами. Нужно заметить, что ноты до и ре не есть соседи, так как между ними мы можем сыграть еще одну ноту – до диез или ре бемоль. Это хорошо видно на фортепианной клавиатуре. Нота до диез – черные клавиши. Также мы видим, что черные клавиши есть и между нотами ре, ми, фа, соль, соль, ля и ля, си. Расстояние между этими нотами равно тону. А вот ноты ми, фа и си, до – это как раз полутон, потому что между ними мы уже сыграть ничего не сможем. Об этом нужно помнить, играя на любом инструменте. Итак, полутон – это наименьшее расстояние, расстояние между двумя соседними нотами. Теперь, собственно, про интервалы. Возьмем за основу ноту до и построим от нее вверх интервалы, последовательно добавляя по полтона. Пока не доберемся до следующей ноты до. Первый интервал называется прима и обозначается единицей. Прима – это когда две ноты до или другие ноты одинаковой высоты накладываются одна на другую. Расстояние у примы – ноль тонов. Каждый из интервалов, помимо своего цифрового обозначения, которое является количественной характеристикой, также имеет свою качественную характеристику. Она указывается буквой перед цифрой. А именно, буква Ч обозначает чистый интервал, буква М – малый, Б – большой. Также есть увеличенные и уменьшенные интервалы. Прима, как видите, чистая. Второй интервал называется секунда. В отличие от примы, секунды будут в двух вариантах. А именно, малая секунда – полтона, и большая секунда – один тон. Это обусловлено тем, что секунда – это всегда две ступени. На это указывает цифра 2 в обозначении. До – первая ступень, ре – вторая. Но поскольку между нотами до и ре есть черные клавиши, то до ре бемоль становится малой секундой, а до ре – большой секундой. Возьмем это за правило. Писать малый и большой интервал при наличии черной клавиши между двумя белыми. Секунда, как две сестры – младшая и старшая. Та же история с третьим интервалом – терцией. Терция – это уже три ступени. До – ми бемоль – малая терция – полтора тона. До – ми – большая терция – два тона. Первая и четвертая ступени образуют интервал кварты. Так как кварта может быть лишь в одном варианте, за неимением черной клавиши фа бемоль, мы указываем, что кварта чистая. Пятый интервал называется квинта. За логикой прежних построений нужно было бы написать малую и большую квинты, так как черная клавиша между нотами фа и соль говорит о том, что пятая ступень есть в двух вариантах – ноты до, соль и до, соль бемоль. Но в каждом правиле есть свои исключения, и это исключение действует как раз на квинту. Квинта – это нота до, соль. Она чистая и имеет три с половиной тона. А интервал, который образуется между квартой и квинтой, называется тритон и имеет три тона. В различных ситуациях его записывают как увеличенная кварта или уменьшенная квинта. Первая и шестая ступени образуют две сексты. До, ля бемоль – малая секста, четыре тона, и до, ля – большая секста, четыре с половиной тона. Первая и седьмая ступени – это две септимы. До, си бемоль – малая септима, пять тонов. До, си – большая септима, пять с половиной тонов. В конце концов, две ноты до образуют интервал, который называется чистая октава. Он включает в себя шесть тонов или двенадцать полутонов. В этом расстоянии помещаются все семь белых и пять черных клавиш. Далее следуют все те же интервалы, только через октаву. Секунда через октаву, называется ноной, терцая через октаву, децимой, кварта через октаву, ун децимой, квинта через октаву, дуо децимой, секста через октаву, терц децимой, септима через октаву, кварт децимой, и двойная октава – это квинт децима. Интервалы от примы до октавы называются простыми, а от октавы до квинт-децимы составными. Интервалы шире, чем квинт-децима, не рассматриваются как самостоятельные. Мы сосредоточимся только на простых интервалах, то есть от примы до октавы, так как именно простые интервалы будут служить основой для наших дальнейших построений. Как уже было сказано, октава включает в себя 6 тонов. Тритон же делит октаву пополам. От ноты до до фа диез точно такое же расстояние, как и от ноты фа диез до до, ровно 3 тона. Запомнив, что у тритона 3 тона, простите за тавтологию, легко будет запомнить количественную составляющую и местоположение соседних интервалов, кварты и квинты. Кварта на полтона меньше и ниже, а квинта на полтона больше и выше, чем тритон. Все эти интервалы делятся на консонансы и диссонансы. Консонанс латинского переводится как созвучие, согласное звучание. Консонансы всегда приятны на слух. К ним относятся все чистые интервалы, то есть прима, кварта, квинта и октава. В противовес консонансу есть интервалы, которые звучат очень резко. Они называются диссонансами. Диссонанс латинского не стройность. К ним относятся малая и большая секунды, тритон и малая и большая септимы. Это те интервалы, которые находятся возле консонансов. Диссонирующая секунды возле консонирующей примы. Диссонирующий тритон между консонансами квартой и квинтой. Диссонирующие септимы возле консонирующей октавы. Терции и сексты принято тоже считать консонансами, но с оговоркой, что чистая прима и чистая октава весьма совершенные консонансы. Чистая квартая и чистая квинта совершенные консонансы. И малая и большая терции и сексты несовершенные консонансы. Все интервалы могут быть построены от любой ноты, а не только от ноты до. Например, нам нужно построить большую терцию от ноты ми. Что нам нужно для этого сделать? Мы должны понимать, что терция это обязательно три ступени. На что указывает цифра 3 в ее обозначении. Сперва нам нужно найти ноту, которая соответствует третьей ступени от ноты ми. В данном случае ми первая, фа вторая и соль третья ступенья. Нужная нота это нота соль. Теперь, если я посмотрю в таблицу тоновой величины, я увижу, что большая терция должна в себя включать обязательно два полных тона. Но мои первая и третья ступени, ноты ми и соль, пока имеют только полтора тона. Поэтому я возьму и поставлю возле ноты соль диез. Прибавляя таким образом еще пол недостающих тона. Таким образом, большая терция это ноты ми и соль диез. Вы можете спросить, можно ли ноту соль диез здесь назвать или записать нотой ля бемоль? Ведь это будет та же самая клавиша. Отвечаю, да, это будет та же самая клавиша, но нет, нельзя. Так как от ноты ми до ля бемоль никак не получаются три ступени. Считаем. Ми, фа, соль, ля бемоль. В подсчете ступени мне абсолютно не важно, получается в итоге нота ля, ля диез или же ля бемоль. Важно только, чтобы в названии было ля. Название ноты в интервале будет определять количество ступеней между нижним и верхним звуком интервала. Получается, что терцию теперь я должен обозначить цифрой четыре. Но это никак невозможно, потому что сами названия интервалов обозначают на латинском языке порядки вычислительные. Терция это третий, а третий никак не может обозначаться цифрой четыре. Ми, ля бемоль. Это интервал уменьшенной кварты, потому что цифрой четыре всегда обозначается кварта. Но прежде мы определили кварту как чистую, у которой два с половиной тона. В данном случае ноты ми и ля бемоль будут включать в себя только два тона. Получается, что эта кварта меньше чистой, а значит уменьшенная. Такое явление в музыке получило название энгармонизм. С тревнегреческого переводится как созвучие. Энгармонические равные интервалы это те интервалы, у которых одинаковое звучание, но разное написание. Ми соль диез – интервал большой терции, а ми ля бемоль – интервал уменьшенной кварты. Звучат они одинаково, но пишутся по-разному. Большая терция и уменьшенная кварта энгармонически равны. Как видите, с практической точки зрения мне все равно, как я назову черную клавишу, которая находится между клавишами соль и ля в моем интервале. Хоть соль диез, хоть ля бемоль. Звучание от этого не поменяется, но с теоретической точки зрения единственно правильный вариант для определения большой терции – это ми соль диез. Взгляните на таблицу энгармонически равных интервалов. Мы видим, что чистая прима равняется уменьшенной секунде. Что важно в понимании энгармонизма? Важно то, чтобы, определяя интервал, мы учитывали не только тоновую величину, а и количество ступеней между нижним и верхним звуком. На количество ступеней в интервале указывает цифра в его написании. Еще раз обращаю на это ваше внимание. Чистая прима – это ноты ми-ми. Единица указывает на то, что у этого интервала будут две одинаковые ноты. А вот уменьшенная секунда – это уже ми-фа-бемоль, потому что цифра 2 в написании интервала указывает на две ступени между звуками. Видите разницу? Разница только в написании и названии. Звучат эти два интервала энгармонично. Также энгармонично равны, например, малая секста и увеличенная квинта. Малая секста – это ноты до, ля-бемоль, которые охватывают шесть ступеней. А увеличенная квинта – это ноты до, соль-диез, которые включают только пять ступеней. Давайте рассмотрим еще один пример. Нужна большая секста от ноты ми-бемоль. Секста – это шесть ступеней. Напоминаю, что для подсчета ступеней мне важно только то, какая нота указывается в написании. И совсем не важно, она чистая, либо имеет диез или бемоль. Я начинаю считать от ноты ми. Ми, фа, соль, ля, си, до. До – нужная нота. Теперь учитываю бемоль. Получается ми-бемоль-до. Подсчитываем количество тонов и полутонов между этими нотами. Полтона, тон, полтора, два, два с половиной, три, три с половиной, четыре, четыре с половиной тона. Сверяем в таблице. Большая секста равна четырем с половиной тонам. Все верно. Если бы мне нужен был интервал небольшой, а малой секстой, то я просто к ноте до добавил бы бемоль. Есть и немного другой способ определения нот интервала. Сначала нужно посмотреть в таблицу и отсчитать количество полутонов и тонов, которые указаны в самом интервале. А после проверить количество ступеней. Задача. От ноты фа построить малую терцию. Смотрим в таблицу. Малая терция – это полтора тона. Отсчитываем. Фа, фа диез – полтона, фа, соль – один тон, фа, соль диез – полтора тона. Мы попали на черную клавишу, которую можно назвать как соль диез, так и ля бемоль. Название ноты проверяем по количеству ступеней. Терция – это три ступени. Фа – первая, соль – вторая, ля – третья. Значит, должна быть в записи и названии нота ля бемоль. Малая терция – все же фа, ля бемоль. Другая задача. Малая септима от ноты си. Смотрим в таблицу. Малая септима – это пять тонов. Отсчитываем. Полтона – один, полтора, два, два с половиной, три, три с половиной, четыре, четыре с половиной, пять. Мы попали на ноту ля. Теперь проверяем, является ли нота ля седьмой ступенью от ноту си. Отсчитываем. Си – первая, до – вторая, ре – третья, ми – четвертая, фа – пятая, соль – шестая, ля – получается седьмая. Все верно. Си – ля – это малая септима. Хотя септимы есть способ отсчитывать и по-другому. Это я делаю так. Сначала отсчитываю октаву. Это будет та же нота, от которой мы ведем отсчет, только выше. Потом опускаюсь на полтона, если мне нужна большая септима. И на тон, если нужна малая. Каким способом удобнее будет считать вам, вы поймете попрактиковавшись. Давайте закрепим все пройденное. Для этого сделаем обратное действие. По указанным нотам найдем интервал. Итак, у меня есть ноты фа – си. Что же это за интервал? Подсчитываем количество ступеней от заданной ноты. Фа – одна ступень, соль – вторая, ля – третья, си – четвертая ступень. Получается четыре ступени. Значит, это кварта. Только какая? Теперь давайте подсчитаем количество тонов и полутонов между этими нотами. Отсчитываем. Полтона, один, полтора, два, два с половиной, три. Получается три тона. В таблице кварта указана только как чистая, у которой два с половиной тона. Наша же кварта имеет три тона. Значит, она увеличенная. Я могу ее назвать тритоном, но с теоретической точки зрения это только увеличенная кварта. Теперь давайте найдем интервал для нот фа – до бемоль. Считаем количество ступеней. Фа – первая, соль – вторая, ля – третья, си – четвертая, до – пятая. У нас указан до бемоль, который соответствует по звучанию ноте си. Получается пять ступеней. Это квинта. В таблице квинта указана только как чистая, у которой три с половиной тона. Наша же квинта имеет три тона. Значит, она уменьшенная. Я могу тоже ее назвать тритоном, но с теоретической точки зрения это только уменьшенная квинта. В обеих случаях, хоть это был интервал фа – си, хоть это фа – до бемоль, я играл те же самые клавиши, только называл их по-разному. В этом и заключается вся теоретическая сложность. Вы можете назвать расстояние между указанными нотами двумя разными названиями. И оба эти названия могут быть правильными. Это суть энгармонизма. Пускай не вводит вас в заблуждение эта путаница с чистыми, малыми, большими, уменьшенными и увеличенными интервалами. На практике вы практически всегда будете сталкиваться только с чистыми, малыми и большими интервалами. Но вы также должны быть готовы к нестандартным ситуациям и уметь применять уменьшенные и увеличенные интервалы. Добавлю только, что увеличенными и уменьшенными могут быть любые интервалы за исключением уменьшенной примы, которая не может существовать на практике. На этом я закончу этот исчерпывающий урок. В следующем уроке мы рассмотрим то, как выглядят интервалы на гитарном грифе. Спасибо за то, что были со мной. Спасибо, что интересуетесь музыкой. МОСОЛИЧЕСЬ 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 Субтитры создавал DimaTorzok